Ну-ка, пойдем. О чем читалась Евангелия? Ну, что скажешь? О том, что господин привел раба, точнее, рабы господина привели еще одного раба господину. Тихо, тихо, тихо. И король говорит, верни мой долг, Продай жену, продай свою семью, но верни мне долг. Ну, в общем, так, это похоже все-таки, это что-то есть. Безжалостный должник. Да. Вот. О милосердном царе и безжалостном должнике. Беседа святителя Анатолуста. Небольшое здесь поучение. Это Евангелие от Матфея, была 18 глава. Дома, когда придете, внимательно прочитайте. И толкование блаженного филакта еще прочитайте дома. Мы сейчас прочитаем. Вот. Сейчас прочитайте. Вот. Значит, поэтому, что здесь, о чем это говорилось? Это не просто так, что тогда, когда-то было это там, где-то. А это мы читаем, тогда было. Господь говорил притчи эти. Но Он говорил это к нам. Что это в нашей жизни такое может быть. И часто бывает, очень часто бывает. Кому неизвестно, а мне это больше всех известно, здесь стоящих. Что часто это бывает. Так. И вот святитель говорит так. Слушайте безжалостные и жестокие. Представь, так вот обращался он к своей аудитории. В другом месте он говорит, в одной из бесед говорит. Сегодня, говорит, вижу, что много пришло здесь. Значит, церковь наполнилась и украшена. У нас вчера вечером было на службе, скажу. 12 молящихся, и я 13-й. Представь, не больше, не меньше. 12 и 1, 13. Все остальные где были вчера? Наристали все. Слушайте безжалостные и жестокие. А в другом месте он говорит. Сегодня, говорит, церковь наполнена, говорит, много всего. Но я, говорит, не вижу здесь. Я вижу здесь, говорит, стадо валов и баранов. Представь, сегодня скажи так. О, какой батюшка жестокий, как нехорошо о нас говорит. А святый не боялся, говорил. Почему? Да потому что видел, с чем приходили люди. С какими мыслями, что стояли. Он говорит так. Мы осуждаем, говорит, блудника. Блудник сегодня, говорит, ночь согрешился одной. А ты, говорит, была как одета, там разукрашена. Пока дошла, говорит, ты до храма. Ты, говорит, соблазнила не один десяток. Так ты, говорит, больше того одного блудника согрешила. Он одну соблазнил. А ты, говорит, десятки соблазнила мужчин. И я до храма дошла, шла молиться, говорит. Это он говорит в одной из бесед своих проповедях. Слушайте, безжалостные и жестокие. Вы жестокие не для других, но для самих себя. Когда ты питаешь злобу, то знаешь, что ты питаешь ее к самому себе, а не к другому. Обременяешь самого себя грехами, а не ближнего. Чтобы ты не делал последнему, все это сделаешь как человек. И при том, в настоящей только жизни. Но Бог не так поступит. Он подвергнет тебя большему и вечному мучению в жизни будущей. Отдал его, говорит, истязателям, пока не отдаст ему всего долга. Матфея, 18 глава. То есть навсегда, потому что он никогда не будет в состоянии заплатить своего долга. Если благодеяние тебя не сделало лучшим, то остается исправлять тебя наказанием. Хотя благодеяние и дары Божие не приложены, но злоба так усилилась, что нарушила и этот закон. Но мне приходилось встречаться с людьми, которые, допустим, девушка осталась 18 лет. Каталась она была, ну, как сказать, фигуристка на льду там все. И на соревнованиях упала и что-то ударит, повредила позвоночник. И к 20 годам она была парализована. У ней ноги полностью были как в космплете недвижие. Руки немного, это было в Исселькуле, Людмилы ее звать, когда я служил там. И вот, ну, ей уже в то время было под 40 лет. Сегодня даже не знаю, она живая или нет. И она говорит так, что это случилось со мной? Если бы это не случилось, говорит, со мной, я никогда бы, говорит, не знала Бога. Мама мне говорила, я говорю, да отстань ты со своей, там, это, мне надоедаешь. Все. А теперь, она вот, когда было даже мне очень тяжело, как-то так, знаешь, на душе порой, я приду с ней, поговорю, немного посижу, и мне останется легко, как возочевленная. То есть, она была настолько духовная. Матерь в руки вложит ручку, и она сама не может взять ручку, она ее между пальцами зажмет, и она переписывала Евангелие под копирку. Я ей давал задание, приносила это. Вязала разные полуверы, свитеры. Мать она придет, ей спицы, а если она спицы уронит, она поднять ее не может уже. Матерь опять в руки вложит, она вязала шали. И мне маленький такой полуверсик, но он у меня же просто лежит, как память. Уже износился весь это. Вязала все. Вот представь, в каком положении. И она говорит так, что если бы это со мной не случилось, я бы никогда не познала Бога. И она всегда благодарит. Благодарю тебя, Господи, что именно там я, в Свердловске, на катке упала это и повредила. У меня, говорит, столько было поклона. Красивая такая девушка-то была когда-то. Я говорю, столько поклонников было. Где бы, какая у меня жизнь была бы, говорит, скверна. А так я, говорит, познала Бога, говорит. Я стяжу, она может сидеть, сидит на табуретке, и она так движется, и с табуреткой как-то передвигается. По комнате это еще передвигается. Представьте. И вот таких людей много есть, что Господь через так не может. А приводчик, опоздите. Кто знает, видели Сергея Козлова. Он то же самое говорил. Если бы, говорит, я, говорит, не знал Бога, а что он. И был здоровый спортсмен там он. У него, наверное, метр девяносто рост. Дослый был такой там. Все у меня, говорит, такая была эта жизнь. И вдруг купались, нырнул вниз головой, ударился и все. И он никогда не говорил. Я вот несколько раз встречался с ним, он всегда благодарит только Бога. Благодарит, что Господь сделал со мной это. А сколько он лет лежал? 15 лет. Он не мог ни рукой двинуть, ни ногой. Он не может перевернуться сбоку на бок, даже не мог перевернуться. Ничего этого не мог он делать. Ему под руку подложат мышку эту, ну, компьютерную. А перед ним там устроили, друзья, большой экран, как компьютер. И вот он на этом работал. Вот он рукой двигал, двигает, только одна рука у него двигалась немножко. Вот он двигал ее и работал ей. Представьте, и 15 лет в таком состоянии. И человек находился в благодарении Богу, что Бог такую ему устроил жизнь. Никогда я не слышал, чтобы он что-то там говорил. Да как это? Никогда. Всегда он так был. Благодарственный Богу. Итак, что хуже памятозлобия, когда оно может лишить нас столь великого дара Божия? Господин не только предал раба своего мучителям, но и прогневался на него. Когда он приказывал его продать, то приказание дано было без гнева. Потому он не исполнил последнего. И это служит яснейшим доказательством его человеколюбия. Но теперь делается определение с великим негодованием. Определение мести и наказания. Господь нам прощает много грехов. А мы говорим, не могу простить ему. Она про меня сказала там такое. А у меня этого 8 лет. Я не грешен об этом. Она меня наговорила. Не могу простить этого. Но если нет этого, так и это тебя не касается. Мимо прошло, но пролетел это воробей. Нисколько не касается меня. А мы уже так в себе. И вот годами в это в себе постоянно это точим. Ну и какое это будет. Какое негодование, Господи. Когда мы говорим, Господи, прости нам долги наши. Ежедневно, несколько раз в день повторяем эту молитву. Как и я прощаю должником. Как прощаю я. Так и Господь мне простит. Вот это должны всегда помнить, когда читаем. Я простил или нет. Итак, что означает эта притча? Так и Отец мой Небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца своего, брату своему, согрешение его. 35 стих. Не говорит Отец ваш, но Отец мой. Потому что недостойно называться Богу Отцом столь лукавого и столь человека ненавистного раба. Итак, требование Спасителя двоякое. Чтобы мы чувствовали свои грехи и чтобы прощали другим. Чувствовать свои грехи нужно для того, чтобы удобнее было прощать их другим. Другой беседник говорит, почему Господь допустил пророку Божию Давиду в пасть в такие согрешения, прерубедеяния и убийства. Допустил Господь. Допустил это. Хотя он потом принес покаяние. А для того, чтобы он как царь, ему часто приходили на суд судить. Чтобы он, зная свое немощь, свое согрешение, не так строго судил других. А когда сказали ему, что, говорит, пришел там Нафан, когда его обличал, помните, пришел человек там, странник, и у него, пошел у другого, которая была одна овечка, он отнял ее и зарезал, чтобы он сразу, смерть ему, он говорит, а это ты царь. Царь, Нафан-то на пророка, ну, Давид, это ты, говорит, царь. И тогда он говорит, помилуй меня, Боже, по великой твоей милости. Итак, требование Спасителя двоякость, чтобы мы чувствовали свои грехи и чтобы прощали другим. Чувствовать свои грехи нужно для того, чтобы удобнее было прощать их другим. Если ты будешь рассудителен и любомудр, то зло обратится на главу оскорбляемого, и он жестоко пострадает. Смотри, сколько получаешь ты пользы, перенося безропотно обиды от врагов. Первое и важнейшее – отпущение грехов. Второе – терпение великодушия. И третье – кротость и человеколюбие. Так как тот, кто не способен гневаться на оскорбляющих его, тем более будет кроток в отношении к любящим его. Четвертое – совершенное истребление гнева, с чем никакое благо не может сравняться. Так как свободный от гнева, без сомнения свободен и от неприятностей, с ним соединенных. И не проводит жизнь в напрасных огорчениях и муках. Не умеющий враждовать, не знает и печали, но наслаждается радостью и другими бесчисленными благами. Итак, ненавидя других, мы сами себя наказываем, равно как, любя других, благодетельствуем самим себе. Притом, тебя будут уважать все, даже и сами враги, хотя бы они были демоны. Вернее же сказать, поступая таким образом, ты уже не будешь иметь и врага. Но, что всего важнее, ты приобретешь милосердие Божие. Если ты согрешил, получишь прощение грехов своих. Если прав, получишь больше дерзновения к Богу. Итак, не будем питать ненависти никому, чтобы и самим заслужить любовь от Бога. И тогда, хотя бы мы десятью тысячами талантов были должны, Он умилосердится над нами и помилует нас. Но ты обижен ближним, потому-то и будь снисходительным к Нему. Не питай ненависти, плачь и рыдай, и не презирай Его. Ведь не ты прогневал Бога, но Он. А ты, перенесший обиду, поступил достохвально. Припомнить, что и Христос, идя на крестную смерть, о себе радовался, а распинателев своих плакал. Подобным образом и нам надлежит поступать. Чем более нас обижают, тем более мы должны оплакивать обидевших нас. Для нас отсюда происходит великое благо. Для них же, напротив, великое зло. Но ближний тебя обидел при всех и даже ударил. Это значит лишь, что Он при всех обесчестил и посрамил самого же себя. И тысячи обвинителей вооружил против себя. Тебе же, напротив, приготовил многие венцы и дал многих, глашатая, Твоего великодушия. Аминь. Аминь. Так, сейчас совершим.